Здравствуйте! Мне думается, что о будущей пенсии начинает думать всякий, кто вступает на трудовую стезю. Какой будет пенсия, скажем так, году в 2030-м? На сайте Министерства труда и пенсионного фонда появился пенсионный калькулятор. С его помощью любой работник может примерно представить, какой будет его пенсия в ценах нынешнего года. Цифры на калькуляторе получаются весьма привлекательные. А вот соответствует ли это действительности? Об этом и о делах пенсионных поговорим с Еленой Ярославцевой, заместителем начальника управления пенсионного фонда в Архангельске. Здравствуйте, Елена Александровна! Здравствуйте! И первый вопрос, конечно, как рассчитать свою будущую пенсию? С 1 января 2015 года в России планируется новый расчет пенсии. Я хочу сказать, что та формула, которая на сегодняшний день существует, она довольно сложная. И в домашних условиях самому рассчитать практически невозможно. Поэтому люди обращаются к нам с письменными просьбами помочь им рассчитать и все время спрашивают, правильно ли мы рассчитали свою пенсию. Так вот, действительно, Министерство труда и Пенсионный фонд на прошлой неделе буквально презентовали пенсионный калькулятор, который опубликован на сайтах и Министерства труда, и Пенсионного фонда, с помощью которого можно рассчитать предварительную свою пенсию. Всего нужно ответить на 8 вопросов, и менее чем за 5 минут будет уже готов результат. Единственный недостаток может быть калькулятора, что не все пенсии можно рассчитать на нем. Пенсии досрочные, пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца, индивидуальным предпринимателям невозможно на нем рассчитать. И он рассчитан на тех, кто выходит на пенсию, женщины в 55 лет, мужчины в 60, то есть не для наших северных пенсий. Одними из вопросов заводится пол, и год рождения они неизменны остаются. Далее заводится служба в армии, количество лет предполагаемое, предполагаемое количество детей. Сколько мать планирует ухаживать за детьми до полутора лет. Максимально это можно 4,5 года за тремя детьми. До этого было 3 года, вот по-новому значит теперь 4. Затем приблизительно сколько составляет стаж на момент выхода на пенсию. Затем средняя заработная плата, тоже приблизительная. Ну естественно раз все вот эти показатели приблизительные, нажимаете рассчитать кнопочку и рассчитывается пенсия. Значит еще приветствуется у нас более поздний выход на пенсию, то есть там можно варьировать, если вы выходите на 3 или на 5 лет позже на пенсию, то есть отказываетесь от получения пенсии. Значит можно видеть на калькуляторе, насколько она увеличивается. Хочу сразу сказать, что увеличение довольно существенное и приличное получается. Чем дольше я работаю, тем мне выгоднее. Да, чем дольше работаете, тем выгоднее будет выходить на пенсию. Это касается тех, кто действительно сейчас бодр, хочет еще работать на пенсии. Не хочет сидеть дома. Да, да, да. То есть это может быть и не основные слои населения, но таких у нас действительно много. Не все уходят сразу на пенсию, когда у них наступает возраст и они еще могут работать. У них есть возможность, у них зарплата позволяет и когда они уже выйдут на пенсию, у них будет прилично довольна пенсия. Хорошо, но все-таки вот эти цифры, которые появляются на калькуляторе, они соответствуют реальности? Они соответствуют, я сама просчитывала. То есть плюс-минус сколько? Плюс-минус где-то может тысяча-две. Я просчитывала для своего сына, для себя, хотя я уже получаю пенсию, но все равно как бы, если бы я вышла не в 50, а в 55 лет на пенсию. То есть мы, прежде чем рассказывать другим, мы попробовали на себе, на своих знакомых. Да, а чем же вот эти новые пенсионные правила лучше, чем которые были? Знаете, у нас поступает очень много писем, где люди, когда спрашивают о своем размере пенсии, начинается с того, что я проработал в условиях, там тяжелых условиях севера, там 30 лет, 35. Почему же у меня такая маленькая пенсия? То есть по действующему законодательству достаточно 5 лет стажа для того, чтобы получить пенсию при наступлении пенсионного возраста. И это, я считаю, что несправедливо. То есть была какая-то уравниловка. Те, кто 30 лет отработал, 35, и те, кто 5 лет всего отработал, у них была очень небольшая разница в пенсии. И сложно людям было объяснять, почему действительно вот такая несправедливость. Я считаю, что вот сейчас в связи с новым законодательством как раз восторжествует справедливость. И пенсия зависит не только от заработной платы, от уплаты страховых взносов, а от стажа. И чем больше стаж, чем больше зарплата, тем больше будет пенсия. Это мы говорим больше о так называемых бюджетниках или нет? Это да, в основном бюджетники. Конечно, если вы имеете в виду частных предпринимателей, они у нас немножко страдают, конечно, потому что они уплачивают фиксированный размер. И страховых взносов у них не так много, но они выбрали свою стезю, и они должны участвовать больше, наверное, в софинансировании и накапливать себе сами. Потому что они на сегодняшний день уплачивают не столько, сколько бюджетники. Если сравнить, допустим, погоду... Но бюджетник же не сам выплачивает? Он не сам, да, за него платит работодатель, конечно. То есть рассчитывать калькулятор не для индивидуальных предпринимателей? Нет, он чисто вот для пенсии по старости и для 55 лет женщин, 60 лет мужчин. А сколько сейчас будет получать индивидуальный предприниматель? Это каждый индивидуально, в зависимости тоже от его стажа. Вот теперь, значит, если они раньше работали в тени, не показывали, может быть, свои доходы, где-то не показывали стаж, то сейчас как раз это приветствуется, если у них будет, допустим, они могут взять не страховыми износами, а стажем больше. Если они выработают более 30 лет стажа женщины, 35 мужчин, значит, там у нас будут повышающие коэффициенты, и пенсия тоже будет увеличена. Да, вот сейчас поговорим о накопительной части пенсии. Это тоже новая, да? Нет, накопительная часть пенсии у нас существует... С 2002 года формула была такая, что пенсия рассчитывалась, базовая часть была, страховая и накопительная. Базовая потом постепенно перетекла в страховую и называлась фиксированный базовый размер. В принципе, по новому законодательству формула мало чем изменилась. То есть, также она состоит из двух частей. Это страховой части и накопительной. В страховую часть будет входить фиксированная также часть, которая гарантирована государством. На сегодняшний день она составляет, вот в Архангельске, допустим, 4693 рубля. Это для тех, кто отработал 20 лет в местности при равномерно. Это вот уже гарантированно. Это базовая часть. А страховая часть, она состоит из страховых взносов на сегодняшний день, поделенных на период дожития, который составляет у нас высчитан 19 лет. По новой формуле, там, значит, будут коэффициенты. То есть, у нас все состоит из пенсии из коэффициентов. Значит, коэффициент по уплате страховых взносов. Чем больше страховых взносов, тем больше этот коэффициент. Вот, новое, что у нас в этой формуле, это что в стаж будет входить уход за детьми. То есть, были не страховые периоды, сейчас тоже отдельные специальные коэффициенты будут по уходу за детьми. В стаж будет входить армия. Вот, и, значит, будет, как я уже говорила, приветствоваться отказ от пенсии. Если отказываешься, значит, тоже потом будут там повышающие коэффициенты, премиальные коэффициенты. Это не так называются. То есть, будут премировать за счет тех, кто ушел на пенсию. Те, кто отказался, им будет потом пенсия намного выше. Это нас готовит немножко к тому, чтобы пенсионный возраст все-таки увеличится. Ну, я не думаю. Наверное, это как раз сделано для того, чтобы не увеличивать пенсионный возраст. Чтобы сам человек его стимулировать. Для нас, северян, в принципе, наверное, это даже и лучше, потому что мы выходим рано на пенсию. Если мы в 50 лет не пойдем, допустим, женщины откажемся, и в 53 пойдем, то, наверное, даже и лучше получать побольше 53. Потому что 50 лет – это женщина еще очень молодая и способна работать. Пенсионер сейчас молодой, активный. В 2009 году активно предлагали добровольно перечислять на свой пенсионный счет минимум 2000 рублей в год. Так? Чтобы получить потом еще 2000 из федерального бюджета. Мы это все хорошо помним. Особенно была очень большая рекламная кампания. И максимальный взнос, который софинансировался государством, 12 тысяч рублей в год. Вот эта программа действует сейчас? Да, конечно. 56-й федеральный закон, он продолжает действовать. И можно вступить в эту программу до 1 октября этого года. То есть уже остались считанные месяцы буквально. Но уплачивать можно в течение 10 лет после внесения первого взноса. То есть еще можно продолжать вносить вот эти денежки. Главное, что написать заявление и вступить в эту программу. Государство действительно удваивает сумму. И после 1 апреля следующего года уже на лицевых счетах эта сумма отражается. Любой человек может вступить в эту программу. Любой человек может вступить. Молодой, его уже в возрасте, да, все равно. И 10 лет нужно платить по 2 тысячи. Можно не 10 лет, сколько угодно. Можно год платить, можно два, можно выйти из программы. То есть это чисто добровольное такое желание. Но я думаю, что хорошее желание, потому что не каждый Сбербанк у нас удвоит пенсию. Даже те же самые предприниматели, если они где-то у себя на счетах будут аккумулировать деньги, то 100% им никто не гарантирует. Здесь государство удваивает. Плюс если перевести пенсионное накопление в какой-то, может быть, негосударственный пенсионный фонд, или даже оставить во внешнеэкономбанке, все равно он обрастает процентами. Да, вот мы сейчас как раз и поговорим несколько слов, ваше мнение, о негосударственных пенсионных фондах. Какие действуют в Архангельской области и где можно найти о них информацию? У нас в Архангельской области есть офисы восьми негосударственных пенсионных фондов. Это негосударственный пенсионный фонд «Лукоил Гарант». Это благосостояние, АПК фонд, промоаграфонд, Норильский никель, РГС, Уралсип и пенсионный фонд электроэнергетики. Где их можно найти? У нас в пенсионном фонде на теме 23 корпус 1 на первом этаже в специальном кармашке размещена информация. У нас во всех отделах пенсионного фонда, в округах тоже размещена информация. Либо же можно найти на сайте. Выгодно? Я не могу рекламировать негосударственные пенсионные фонды, потому что я все-таки работаю в государственном пенсионном фонде. Поэтому это нужно каждому определяться, смотреть, как они работают. А на что обращать внимание? Наверное, на то вообще, какая прибыль у них. Чтобы они не прекратили свою деятельность, наверное, это в первую очередь. То есть это ежегодно нужно просматривать сайты. То есть следить за своими сбережениями. А почему, скажите, столь утомительный сбор документов, чтобы оформить свою пенсию? На назначение пенсии вы имеете? Да. Я хочу сказать, что на самом деле утомительного сбора нет. То есть у нас на сегодняшний день 90% пенсии назначаются в 10-дневный срок с момента подачи заявления. А вот эти как раз 10%, которые назначаются не в 10-дневный срок, вот у них, наверное, немножко проблемы есть. Потому что у нас люди не очень бережно относятся к своим трудовым книжкам. Они их теряют. Они заводят несколько, и тоже одна, может, из них потеряна. Они стирают их в стиральных машинах нечаянно. Они где-то с ними купаются. И поэтому печати размазаны. Что-то где-то исправлено, подправлено. И, естественно, пенсионное дело, которое мы формируем, это финансовый документ. И мы должны все документы, чтобы были в порядке. Есть определенные правила. Поэтому приходится запрашивать подтверждающие справки о стаже, о заработной плате. Не только в пределах нашего региона, но и за пределами. И даже в других республиках, которые раньше были союзом. Поэтому запрашиваем не только справки, но и подтверждающие какие-то особых условиях труда справочки. И в архивы. И некоторые предприятия уже прекратили свою деятельность. Сами понимаете, что очень многие закрылись. Не все отвечают нам. Приходится ждать месяцами. Поэтому может быть вот такое. Когда надо обращаться за назначением? Уже несколько лет мы проводим предварительную работу. Вот может поэтому у нас так и вырос вот этот процент назначения в 10-дневный срок. Приглашаем всех за полгода. Даже за год. Если придут, то мы не обидимся и будем очень рады. Но за полгода желательно подходить со всеми документами. Мы все посмотрим, просчитаем. Если что-то нужно запрашивать, поможем запросить. Мы привыкли все делать в последний момент. Да, вот тот, кто приходит в последний момент, он как раз и потом сталкивается с некоторыми проблемами. А каковы, Елена Александровна, самостоятельные способы увеличения пенсии? Самостоятельные способы? Да. Это 56-й закон о пенсионных вложениях. То есть это вот когда государство удваивает. Ну и, наверное, самое главное, чтобы каждый следил за своими взносами, за тем, чтобы работодатель за него уплачивал. То есть мы ежегодно раньше направляли письма счастья, так называемые. В настоящее время их не будет, но каждый имеет право раз в году получить выписку из своего индивидуального лицевого счета. Это у нас можно получить предъявив паспорт на теме 23 корпус 1. На первом этаже специальный человек сидит, занимается только выписками. Поэтому ее можно получить, допустим, раз в году и посмотреть, платит ли работодатель за вас, отчисляет. Потому что когда придет время пенсии, то уже будет поздно. Поэтому нужно следить уже сейчас. И, естественно, искать такую работу, где будет показана белая зарплата. И откладывать, наверное, все равно на старость немножко нужно. Заботиться самому. Конечно. Да. Конечно, тема неисчерпаема. И, надеюсь, мы еще не раз обратимся к вам за разъяснениями. А напоследок три коротких вопроса. Готовы. Чему посвятите себя, когда все-таки окончательно распрощаетесь с работой и выйдете на пенсию? Ну, я пока собираюсь еще поработать лет до 60. Вот, как и все, в принципе, в Архангельске молодые женщины. Ну, а потом хочу заняться цветами. Выращивать цветы, да. И делать букеты красивые. То есть будете заниматься бизнесом? Ну, не знаю. Домашним. Может быть для себя, может быть и бизнесом. А сколько, по-вашему, должен получать нынешний пенсионер? Какую сумму вы бы выплатили, как работник пенсионного фонда, если бы у вас были на то возможности? Ну, 30-35 тысяч, не меньше. Вот если бы, наверное, такую дать пенсию, то, наверное, большинство женщин, которым тяжело уже работать, они, наверное, бы все-таки ушли уже и действительно посвящали себя внукам и любимым делам. А сейчас это реально, как вы считаете? Ну, нашему, наверное, правительству тяжело будет такую сумму, потому что работающих сейчас не так много, а пенсионеров стало больше. То есть сейчас демографическая такая вот яма. Спасибо, Елена Александровна. О делах пенсионных мы беседовали с Еленой Ярославцевой, заместителем начальника управления пенсионного фонда в Архангельске. Жить на пенсии было бы замечательно, если бы знать, как тратить время, не тратя деньги. Кто отыщет ответ, поделитесь. Вот такие дела. До встречи.